Все виды отходов отдельно. Первый в регионе мусоросортировочный завод полностью готов к работе. Торжественный запуск предприятия состоялся с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Мене. На предприятии будут извлекать из твердых бытовых отходов ценные утильные фракции. Все виды пластика, картона, бумаги, стекла, черных и цветных металлов. Общий объем инвестиций в проект составил свыше 200 миллионов рублей. Если посмотреть на структуру этого производства, то 70% всех отходов будут отсортировываться и перерабатываться как вторсырье. И 30% будет оставаться и очень серьезными прессами упрессовываться до совершенно иных объемов. Это современная технология, действительно самая продвинутая. Здесь нет никаких мусоросжигательных технологий. Первый камень в основании мусоросортировочного завода был заложен еще в 2014 году. А идея построить подобное предприятие в нашем регионе родилась еще раньше, 10 лет назад. Завод, это настолько он необходим, настолько он нужен, это как воздух. Потому что он не перерабатывающий, он не сортирующий. Это то, что отделяет полезные фракции от вторесурса, от хвостов так называемых. То есть то, что может переработаться безопасно для природы, то есть гноение, переработка какая-то, это надо отделить от полезных фракций. Вот наша основная задача. То есть сохранение ресурсов раз и сохранение природы два. Вот эти вот две важных вещи. При строительстве завода использовали современные технологии. Полы и стены с учетом потенциальной опасности отходов покрыты специальными составами. Установлена мощная система вентиляции. Большая часть работы на конвейере, по которому теперь будет перемещаться мусор, ручная. Штат сотрудников не без сложностей, но уже укомплектован. Заработная плата работников составит 85 рублей в час. У нас около 80 человек будет работать при полной загрузке. Пока мы набрали только на одну смену, то есть около 40 человек сейчас будут работать. А в перспективе еще потребуются люди. Но для этого нужно выйти на полные производственные мощности. Руководство мусоросортировочного завода уже заключило договора с предприятиями, осуществляющими вывоз ТБО в территории Иваново, Кохмы, Ивановского и Фунновского района. И это не предел. Здесь готовы перерабатывать 120 тысяч тонн отходов в год, чтобы получать из них полезные фракции. Пластик будет перерабатываться, по сути, в кристаллы, которые можно будет задействовать на будущем в комбинате синтетического волокна, который будет в Веческом районе строиться. И там как раз технологии допускают до 10% брать вторсырье. То есть здесь получится некий замкнутый цикл. В перспективе не только планируется увеличить мощность предприятия в два раза, но и внедрить глубокую переработку отходов. Горько Черников, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова